По книге Джанни Радари Чипполлино, часть вторая Вы знаете, кто такой мистер Маркоу? Мистер Маркоу, знаменитый специалист по делам розыска, попросту говоря, сыщик Он и его собака, держи хватай, были приглашены сеньором Помидором найти сбежавших заключенных Мистер Маркоу начал с того, что вытащил из какого-то мешочка кубик с номером 28 Это означало, что ему нужно отойти в сторону на 28 шагов и там искать беглецов Он и его собака сделали 28 шагов и попали в бассейн Я пришел к гениальному выводу, не смущаясь, сказал Маркоу Беглецы вырыли в бассейне подземный ход Но сеньор Помидор не согласился с этим и велел сыщику направить розыски по менее сложному пути Тогда знаменитый сыщик и его собака отправились в лес Они мирно шли по лесу, разрабатывая на ходу план действий Как вдруг с ними произошло что-то странное Маркоу и Держи-хватай стремительно взлетели вверх Эту затею придумал Вишенка Он начитался приключенческих книг и знал все охотничьи уловки Два врага были надолго выведены из строя Не получая никаких известий от мистера Маркоу Помидор решил действовать сам Он послал принцу Лимону телеграмму В замке графинь Вишен беспорядки Соблаговолите прислать батальон лимончиков Желательно присутствие вашего высочества Кавалер Помидор На следующее же утро принц Лимон прибыл в замок графинь Вишен В сопровождении придворных лимонов и целого батальона лимончиков Графиням Вишнем было приказано сесть в карету И отправиться вместе с его высочеством на розыски беглецов Замок опустел Тогда Вишенка через потайной ход Привел прятавшихся неподалеку Чиполина и всех остальных Вражеская крепость была занята друзьями Наступила ночь Принц Лимон велел разбить в лесу лагерь и устроить фейерверк Фейерверк у него был особенный Стрелять из пушки солдатами казалось ему очень забавным зрелищем Синьор Помидор Синьор Помидор страшно разволновался Извести на ракеты столько солдат какая глупость Чтобы успокоить нервы он отправился погулять Вдруг он увидел что окна покинутого ими замка освещены Синьор Помидор сейчас же помчался в лес и сообщил принцу ужасную новость Был разработан стратегический план Всем офицерам и солдатам принц Лимон приказал вымазать лица черной краской Чтобы напугать осажденных Первым на штурм замка отправился отряд Состоящий из сорока отборных генералов Героический отряд подошел к подножию холма на котором стоял замок Осажденные дружно готовились к защите Когда отряд лимончиков поднимался на холм С холма устремился какой-то снаряд Он обрушился на генералов и стал давить их Так башня замка графинь Вишен хорошо послужила Чиполина и его друзьям В кладовых замка Чиполина и Вишенка обнаружили целую батарею бутылок с вином И когда принц Лимон предпринял новую атаку Атакующих встретили очень любезно Окатили потоками опьяняющие жидкости Лимончики опьянели до бесчувствия и разом Как по команде улеглись на землю и захрапели В замке царило ликование Но недолго пришлось радоваться нашим друзьям Из столицы для подкрепления к принцу прибыла целая дивизия лимончиков Замок был взят Вишенку в наказание заперли на чердаке А Чиполина и его друзей, конечно, снова отправили в тюрьму Мальчика луковку засадили в подземную камеру В ней было еще темнее, чем в той, где он сидел раньше Через несколько дней заключенных вывели погулять Двор был круглый Заключенные ходили по кругу один за другим Разговаривать было строжайше запрещено Вдруг в одном из заключенных Чиполина узнал своего отца «Отец! Чиполина, мой мальчик!» Отец и сын, плача, обнялись И тут же последовал окрик «Эй! Вы двое! Марш вперед!» Старый Чиполонный оторвался от сына и занял свое место После этого прогулка показалась им еще более унылой «Чиполина! Кто меня зовет?» «Подземный ход готов! Тебе нужно только прыгнуть на шаг вправо И земля провалится у тебя под ногами» «Крот?» — понял Чиполина «Он помнит меня! Он помог мне!» «Передай по кругу!» — прошептал Чиполина Идущему впереди арестанту Чтобы у этого места каждый делал шаг вправо и прыгал Там подземный ход Так и пошло С каждым обходом кто-нибудь прыгал вправо и пропадал бесследно Надзиратель озабоченно посматривал на арестантов Почему их стало меньше? Он принимался считать, но каждый раз сбивался Потом он стал глядеть на небо, не улетел ли кто-нибудь из арестантов В тот момент остальные исчезли под землей И в тюремном дворе не осталось никого В то самое время, когда заключенные пробирались по подземному ходу, полицейские согнали всех жителей к подножию самого высокого холма Где был выстроен украшенный флагами помост С этого помоста принц Лимон соблаговолил прочитать своим подданным новый, только что изданный им указ Узники быстро продвигались по подземному ходу, вырытому кротом Отставал только кум тыква, чья огромная голова то и дело застревала в узком проходе В указе, который читал принц Лимон, говорилось Что поскольку принц является владельцем земли и воздуха в своей стране Он устанавливает налог на осадки Тссс, тихо, сказал Чаполино Мне кажется, это голос принца Заключенные притихли Я прорыл ход к самому помосту, сказал крот Вылезайте по одному, под помостом вас никто не увидит А я помогу куму тыкве Он, кажется, снова застрял Осторожно пробив дыру под помостом, Чаполино вылез сам и помог выбраться остальным Принц кончил читать указ и грозно обвел взглядом притихшую толпу Наконец, в отверстии подземного хода показалась Лысина кума тыквы Он тщательно старался протиснуться в узкое отверстие Крот, желая помочь ему выбраться, размахнулся лопатой И тыква-бомбой вылетел из подземного хода Своей макушкой он так поддал помост Что тот подлетел в воздух вместе со всеми, кто на нем находился Принц Лимон и его свита, гремя с таблями и орденами, с такой скоростью покатились вниз Что после этого их никто никогда не видел Говорили, что они укатились за границу Цепь полицейских была прорвана Толпа хлынула навстречу пленникам И над высоким холмом взвелось знамя свободы Шум и радостные крики народа донеслись до замка Схватив подзорную трубу, сеньор Помидор через четыре ступеньки помчался на самую высокую башню И что же он увидел? Ликующая толпа во главе с проклятым Чиполлино Которого он уже дважды засаживал в тюрьму Приближалась к замку А это что такое? Ах, все понятно Это сеньор Помидор лопнул от злости Ну что ж, туда ему и дорога Теперь замок уже больше не замок, а дворец детей Здесь есть и комната для рисования, и театр, кукол, и кино, и множество разных игр А главное, здесь есть школа Чиполлино и Вишенка сидят на одной парте и учат арифметику, грамматику и разные другие предметы Которые надо знать, чтобы защищаться от плутов и угнетателей И держать их подальше от своей страны Конец! Вот такая вот история победителей овощей и фруктов Прозвучала для тебя, дорогой друг До скорой встречи! Заходи завтра Будет новая история Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok